Третья книга Моисея, Левит, глава семнадцатая Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу с киней собрания к священнику и заколали их Господу в жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа с киней собрания и воскурит туг в приятное благоухание Господу, чтобы они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. Еще скажи им, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносится сожжение или жертву и не приведет ко входу с киней собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее. Потому что душа — тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле, поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она — душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвичину, или растерзанное зверем, туземец или пришлец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое. Субтитры сделал DimaTorzok